Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, 31 глава. Глава заключительная перед тем, как Господь дает 10 заповедей Моисею и напоминает о том, что необходимо для устройства искиней завета и для служения Богу избрать специального человека и людей, исполненных духом, для всей работы устроения архитектурного, так и внутреннего устроения. И мы с вами читаем с первого стиха. И вот я даю ему помощника Аголиава, сына Ахисамохава из колена данного, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Я скиню собрание, и ковчег откровений, и крышку на него, и все принадлежности. Здесь далее перечисляется и стол, который там должен быть, и жертвенник для сожжения, и умывальник, и подножие, и одежда служебная, и священная для арона, и священника, и одежда сынам для священнослужения, и елей помазания, и курения, и благовоние святилища, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, далее говорится о необходимости соблюдения субботнего дня, как памятника творения, потому что, как сказано, в шесть дней Господь сотворил мир сей, а в день седьмой почил. Так мы видим, что люди, способные к искусной работе, они не просто так могут, не просто так бывают, как самозванство, а оказывается, это люди тоже были, и особенно в Ветхом Завете, как здесь и подчеркивается, но, впрочем, и в Новом, это не утеряло никакой своей актуальности и значения, это люди, специально избранные Богом. Как сказано в Писании, много званых, но мало избранных. К каждому служению человек так или иначе призывается, но зависит от человека. Он, конечно, может по своей свободе отказаться, может принять, но Бог каждого человека призывает к своему служению, и надо делать то, к чему ты призван, и что у тебя лучше получается. Я помню, на одном из собраний святейший патриарх Московской миссионерской конференции так и сказал, делайте в своем миссионерском служении то, что у вас лучше всего получается. У одних, получается, лучше, может быть, писать статьи, у других, может, получается, лучше записывать какие-то видео, например, материалы или видеолекции, у других, получается, лучше вникать в Священное Писание и давать истолкование текста на основании Отцов Церкви, у третьих, может быть, получается, лучше уличная миссия, у других получается то, как здесь говорится в этом тексте, действительно устройство храмов, то есть, вся церковная утварь, и свечи, и иконы, которые мы видим. То есть, каждого человека Бог призывает для какого-то служения. Я уже об этом говорил и всегда повторяю слова апостола Павла в посланиях к Коринфянам. Он говорит, что дух один и тот же, но служения различны. Но каждому дается проявление духа, 7 стих, 1 Коринфянам, 12 глава, на пользу. Одному дается духом слово мудрости, раз, другому слово знание, два, тем же духом, иному вера, три, тем же духом, иному дары исцеления, четыре, иному чудотворения, пять, иному пророчества, шесть, иному различения духов, иному разные, семь, восемь, истолкование языков, да, вот, значит, больше, да, дальше и говорить, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли столкователи и так далее. То есть, каждого Бог призывает на какое-то служение, но, конечно, человека зависит много. Устроение Божьего храма и действительно благолепие наших храмов, это действительно, когда мы видим, что кто на это поставлен, да, многие люди, они действительно делают свое дело, и то красота и великолепие, которое окружает нас и при Божественной Литургии, она очевидна, что просто так, спустя рукава, такую красоту сделать невозможно. Далее мы с вами читаем, что здесь Господь, как я уже упомянул, говорит Моисею, что скажется нам Израилевым, суббота мои соблюдайте, ибо это знамение между мною, между вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. То есть, знамения и заветов в Священном Писании было несколько. Например, был завет первый, когда Господь сказал людям, чтобы они не прикасались до поры до времени, при определении, до определенного духовного возраста, к дереву познания добра и зла. Это был один из заветов. Следующий завет был, который Бог заключил с Ноем, что все должны войти в ковчег, и знаменем того, что люди были освобождены от погибели, была радуга. Следующий завет был обрезание, и каждый обрезающийся входил в народ израильский. Следующим заветом было Синайское законодательство, на которое Господь обращает здесь внимание и говорит именно о субботнем дне, как о памятнике творения. Я подробно о нем говорил, когда мы с вами беседовали на 20 главу. Здесь говорится о дне Господнем, о почитании важности седьмого дня, как о памятнике творения, что указывает, что Бог является творцом и промыслителем мира, что этот мир не произошел случайно, что этот мир не вечен, что материя не совечна Богу, и нет у нас никакого в этом смысле дуализма. И народ израильский должен был об этом помнить, что раз Бог сотворил этот мир, значит, у Бога есть какой-то и промысел об этом мире и о человеке, сотворенном им. Это был еще один завет, так называемый Завет Синайского законодательства. Следующий завет — это уже новый завет. Бог возобновлял неоднократно с народом израильским, когда он отступал от него. Новый завет — это уже о том, о чем говорит Христос в послании апостола Павла. Опять же, в послании к Коринфянам он говорит, что новый завет в крови моей. Кто входит в этот завет, кто входит в завет с Богом, тот имеет доступ, и это единственный доступ ко Христу — тело и кровь его. Поэтому люди, не вошедшие в церковь через крещение, через таинство, они как бы пребывают вне границ завета, за ковчегом, за границами народа израильского. Те, кто тогда в ковчег не вошел, так они остались за бортом. Поэтому это очень важно понимать теперь в наше ветхозаветное время. А здесь для ветхозаветного Израиля суббота именно была и напоминала о творении Христом этого мира. И безумно было действительно до воскресения Христа, пока Христос не воскрес, почитать субботу. Но уже в Новом Завете говорится о том, кто во Христе, тут новое творение. Прежнее прошло, теперь все новое. И в этом смысле субботу мы почитаем, и в православии мы это понимаем. Нас некоторые обвиняют, например, адвентист седьмого дня, что мы якобы убрали заповедь субботнюю. Это не совсем так. Мы почитаем субботу как памятник творения, день творения, но воскресенье празднуем. И о праздновании воскресенья, как в первом дне недели, сказано в Священном Писании, в Деяниях апостолов, это уже в Новозаветной Церкви, просвещенной Духом Святым. Это 20 глава, 7 стих. Сказано, в первый день недели они единодушно собирались в храме вместе и преломляли хлеб. То есть здесь говорится о том, что ученики Христовы, они помнили, конечно, седьмой день как памятник творения, но праздновали уже день воскресный, потому что Христос воскрес. И, как я уже сказал и повторю, как было сказано, кто во Христе, тот новая тварь прежняя прошла, теперь все новое. Итак, эта глава достаточно короткая по своему содержанию, что нельзя сказать о других главах книги Исход. Она всего содержит 18 стихов. И в ней, в общем-то, две темы. Первая тема, это что Бог каждого человека избирает на свое служение. И, как здесь сказано, о веселье Иле, которого Господь избрал для устроения храма Божия, для специальной резной работы и для украшения Дома Господнего. И второе, Бог напоминает Моисею народу израильскому, что он творец и промыслитель мира. И 18 стих так и заканчивается. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано «Было перстом Божиим». И далее 32 глава будет рассказывать о том, как Моисей выйдет к народу, но увидит, что народ отступил от него. И в неком таком праведном своем гневе, и в виде недостоинства их воспринять слово Божие, завет Божий, он разобьет эти скрижали, которые будут ему даны в последующем повторно. Ну, об этом, о всем мы с вами поговорим в дальнейшем, исследуя книгу Исход. Продолжение следует...